Блогеры 2.0 И безопасность окружающих, которой хозяева нередко пренебрегают. Количество новостей о нападениях собак на людей в последние весенние дни переполошили сетевое сообщество. Блогеры задаются вопросом, как быть с бездомными зверями. Активный пользователь Фейсбука Ирина Севастьянова, сама владеющая домашними животными, предложила несколько способов, как предотвратить большинство случаев нападения собак на людей и людей на собак. И большая часть методов – финансовые инструменты, применяемые к заводчикам. В первую очередь это битье по карману. Владелец собаки или кошки, любой, даже обычный дворовый, должен платить ежегодно налог на содержание. Размер налога оговаривается, но пусть это будет хотя бы 2 МРП. Сегодня 1 МРП – это 2405 тенге, то есть грубо 5 тысяч на одну зверушку. Немного в общем-то. Суммарно со всей страны, со всех владельцев сумма солидная набежит. Второе – необходимо вводить обязательное страхование ответственности владельца животного. Пояснять не надо, думаю. Для чего это нужно? Принцип такой же, как и страхование ГПО автовладельца. Третье – обязательное чипирование всех – собак и кошек. Занесением всех данных, как это во всем мире. Объясню, для чего это. Чип поможет установить владельца животного. Потерялась собака или кошка – прекрасно, по чипу вас найдут. Выбросили животное как ненужное – вас тоже найдут. И тогда должен включаться следующий механизм, он же четвертый пункт – штраф за выброс. Большой, как минимум, в двузначной цифре, если считать по МРП. Плюс дело по статье УК РК – жестокое обращение с животными. Обязательно. Я за. У меня все собаки – отказники. А если бы была ответственность финансовой, люди бы задумались, стоит ли брать щенка, платить за него. Вот только одного боюсь. Те, кто сейчас просто выкидывают животное на улицу, зная, что по чипу их могут отследить и наказать, начнут избавляться от животных другими способами. Предложение интересное, но вот с налогом могу сказать одно. Наши умудряются напутать с налогом на транспорт и требовать оплату за него два раза. В другом городе, где лет восемь, там не прописан и не живешь. А тут на животных. Ни люди, ни система к этому не готовы. Мы уже говорили о том, что Казахстан занимает второе место в мире по количеству работающих женщин. Но на днях опубликованы данные, согласно которым более 40 субъектов малого и среднего бизнеса в нашей стране возглавляют женщины. Представительницы прекрасного пола трудятся во благо семьи, детей и собственного кошелька. Выше статистика только у наших соседей Китая. А вот о роли женщины в международной политике пишет Юлия Гиката на платформе «Ювижн». В посте роль ужина в экономической модели мира. Мысли блогерши навеяла книга шведского автора и журналистки Марсал Катрин. Книга об экономике, которая представляется не просто наукой, а целой философией современности. Спорить с автором Юлия не стала, ведь экономические законы давно проникли в повседневность каждого человека. Нынешний пик феминизма в мире вызван, возможно, именно тем, что, несмотря на получение всех прав и свобод, женщин до сих пор пытаются вписать в схему, которая больше не соответствует действительности. В экономике, как мы видим, участие женщины не предусмотрено, поэтому ей пришлось уподобиться мужчине, что не очень-то удобно. Как личности женщин поныне очень часто оценивают не как равного участника социальной жизни. Этому способствуют и устаревшие стереотипы о должном поведении, и двойные стандарты, и сексизм. Женское население испытывает дискомфорт, ежедневно натягивая брюки и надевая маску цинизма и расчетливости. Атрибуты, способствующие достижению цели и самореализации в мире, сковывают и лишают индивидуальности. Для достижения тех же вершин, что и мужчины, женщинам нужно приложить вдвое больше усилий. Конечно же, нельзя ставить вопрос «семья или работа», как и сказать, что это проблемы именно женщин, и переложить только на них поиск решения. Это общая задача, решать которую должны и мужчины, и государство, и работодатели. Ведь сегодня приходится признать, что большинство женщин справляется с совмещением семьи и работы не благодаря эффективным мерам поддержки, а преодолевая их недостаточность иногда героически, взяв ответственность за свою жизнь и жизнь близких в свои руки. И на этом у нас на сегодня все. Берите пример с экономически активных казахстанских женщин. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете!